Добрый вечер! В эфире информационная программа события в студии Нина Спиридонова. Сегодня выпуски. Предположительная причина очередного пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. С верхнего этажа дома спасатели эвакуировали 5 человек. Юбилейную дату универсал Новоречицкий встретил обновленным. Модернизированный магазин распахнул перед покупателями свои двери в торжественной обстановке. Семь ветров родного края. Местные фотохудожники объединились, чтобы посредством снимков показать красоту родных мест и их жителей. Теперь на эти темы более подробно. 10 апреля этого года в 20.38 по телефону 101 поступило сообщение о пожаре квартиры в Речицком районе агрогородки Леваши. Когда спасатели прибыли на место, происходило задымление внутри квартиры. Дом восьмиквартирный двухэтажный. Квартира трехкомнатная расположена на первом этаже. 56-летняя хозяйка квартиры с дочерью до прибытия подразделений МЧС. Квартиру покинули самостоятельно. Три минуты у нас дача находится. Мы только на даче там начали что-то делать. Буквально через пять крик такой был на улице, который кричит, Наташа, ты горишь. Мы сюда вбегаем, открываем квартиру, уже в квартиру зайти было невозможно. Хочется сказать большое спасибо, благодарность молодым парням с МЧС, что они так оперативно и слаженно сработали. Всех спасли, никто не пострадал. С этажей выше по трехколенной лестнице спасатели эвакуировали пять человек. В результате пожара повреждена мебель в кухне, закопчены стены в квартире. Пострадавших нет. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС наблюдалось горение квартиры на первом этаже, сильное задымление в квартире, сильное задымление в подъезде. Люди с верхних этажей не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры и просили о помощи. Спасателями из выше расположенных двух квартир было спасено пять человек, пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Универсаму Новоречицке открытого акционерного общества Приднепровье исполнилось 25 лет. Юбилейную дату магазин встретил обновленным и на прошедшей неделе модернизированный магазин распахнул перед покупателями свои двери в торжественной обстановке. В честь знаменательного события состоялся праздник с развлекательной программой и дегустацией продукции собственного производства торгового предприятия Приднепровье. Открытие универсама Новоречески открытого акционерного общества Приднепровье состоялось в праздничной атмосфере. На торжество горожан пришло немало. К ним обратились почётные гости. «Сам не понаслышке знаю, насколько этот торговый объект важен для проживающих здесь, так как сам продолжительное время жил недалеко отсюда. И хочу сказать, конечно, проделана огромная работа коллективом. И это не просто ремонт объекта, фактически это действительно новый объект, который увеличился по площади на 30%, совершенно новое оборудование. Я надеюсь, что те инвестиции, которые были вложены, они окупятся теми покупками, хорошим настроением посетителей. Поэтому хочу пожелать, чтобы этот проект был успешен для всех». И мы, наша компания развивается, прогрессирует. И очень радостно на душе, что сегодня по численности наших покупателей, вот тех сегодня, которые верны нам и тех, которые ещё подходят, которые ещё не смогли сюда прийти. Это говорит о высокой оценке работы этого магазина трудового коллектива, всех нас вместе взятых. Спасибо за то, что вы пришли. По традиции, почётные гости перерезали красную ленточку и после двух с половиной месяцев модернизации магазин встретил покупателей. Первым, что бросилось в глаза, в магазине увеличилась торговая площадь. Как сообщили в администрации магазина, теперь она составляет 580 квадратных метров, на которых расположилось новое оборудование – холодильное, технологическое, торговое. Изменилась цветовая гамма торгового зала, реконструкции подверглись системе отопления и вентиляции. Заменены входные двери на раздвижные, а также установлена новая система освещения. Что касается ассортимента, то он весьма широк. На любой вкус – овощи, фрукты, бокалея, сладости, хлебобулочные изделия, молочная продукция, колбасы. В продаже охлаждённое мясо птицы, свинина, говядина, фарши. Организована и торговля полуфабрикатами. Появился отдел кулинарии. Здесь реализовывается продукция собственного производства – гриль, пицца, пончики, пирожки, булочки. Кстати, эту продукцию покупатели смогли оценить по достоинству представителям магазина «Новореческий» организовали дегустацию. Для тех, кто пришёл на открытие обновлённого магазина, администрация организовала праздник. Речечане поучаствовали в развлекательных мероприятиях и конкурсах. Семь амбициозно-творческих и талантливых фотографов-речицы представили свои работы на суд зрителей на выставке, которая прошла во Дворце культуры и техники «Нефтяник». Название выставки «Семь ветров родного края» воплотило в себе суть экспозиции. Местные фотохудожники объединились, чтобы посредством снимков показать красоту родных мест и их жителей. Несмотря на то, что у каждого автора свой почерк и любимый стиль, в каждом снимке прослеживается единство – это желание передать ценность эмоций и времени. Фотография стала одним из важнейших изобретений XIX века и за два столетия прочно вошла в жизнь каждого. Основной ценностью снимка является сохранение маленького мгновения прошлого со своими эмоциями и описанием окружающей действительности. Именно поэтому фотография, как искусство, с течением времени привлекает все больше и больше людей. Среди них и семь реческих фотографов – Валерия Телебей, Илона Чвань, Анастасия Арутюнянц, Елена Пешкун, Алексей Полухин, Алексей Громыко и Павел Терешков. У каждого из них свой уровень мастерства и опыта, свои любимые стили и сюжеты. Кто-то сделал тысячи профессиональных снимков, кто-то же пока еще любитель. Для кого-то фотография как способ самовыражения, для кого-то просто необычное увлечение. При этом всех объединяет одно – желание показать красоту родного края и разделить со зрителем впечатления от простых радостей жизни. Мне очень нравится запечатлевать эмоции, мне очень нравится запечатлевать саму историю, которая в последующих годах, она будет очень дорого. Это действительно те моменты, которые будут сопереживаться еще раз и еще раз, и это очень ценные моменты. Это сам по себе такой вопрос, который не может никого оставить в равнодушке. Я фотограф и занимаюсь детской художественной съемкой. Также я снимаю семьи и занимаюсь женским портретом. Почему я выбрала художественную фотографию? Потому что она для меня наиболее близка остальных стилей. Для меня фотография – это в первую очередь вдохновение. Это то, чем бы я хотела бы заниматься в принципе всегда, и не важно, есть ли у меня еще какая-то второстепенная работа. В первую очередь это творчество, и таким способом я открываюсь. Я люблю индивидуальную съемку, я люблю прорабатывать образы. Для меня очень важна каждая мелочь в кадре, и композиция, и аксессуары, которые на модели, что одета, каждая эмоция ее, я стараюсь проработать. Занимаюсь фотографией уже около десяти лет. Направление моих съемок – это свадебная фотография, семейная, детская. Но и одно из моих любимых направлений фотографии – это пейзажное фото. Возможно, потому что картинка, которая существует природа, каждый раз новая и удивляет чем-то новым. Каждый день я в любимом деле, в любимой работе, чему и очень рад. Я семейный фотограф. Почему же семейный? Потому что после рождения моей доченьки я поняла, что очень важно иметь красивые детские семейные фотографии. Что же входит в семейные фотографии? Мне кажется, не только целостные фотографии семьи, а также детские портреты, детские какие-то утренние праздники, то есть торжества, индивидуальные фотосессии родителей. Почему же я выбрала профессию фотографа? Фотография позволяет запечатлеть самые яркие, нежные, трепетные моменты жизни. Ну и поэтому это не может не вдохновлять на такую творческую профессию. Я фотограф-любитель. Снимаю пейзажи, макро, предметку. Ну, мне нравится сам процесс съемки. Я получаю от этого удовольствие. Предметка, в частности, макро, да, мне нравятся маленькие предметы, да, они становятся... Ну, они выглядят иначе просто. Поэтому я и снимаю такие вещи. Я детский семейный фотограф. Почему мне нравится снимать детей? Потому что детские эмоции, они искренние и неподдельные. Они настоящие, живые. Я хочу поблагодарить своих близких и родных, сказать спасибо большое своей маме за ее поддержку и веру в меня. Благодаря ей я расту. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Выставка «Семь ветров родного края» – одна из цикла экспозиций. Впервые работы были представлены в декабре прошлого года в Гомеле. Затем открытие состоялось на родине авторов в Речице. Следующим городом, где снимками фотографов смогут насладиться зрители, станет Светлогорск. Хорошая новость для любителей просмотра телепередач и кинофильмов в современном качестве. Телерадиокомпания «Телевид» сообщает. Только у нас настоящее цифровое кабельное телевидение. Более ста популярных каналов бесплатное подключение. И еще один бонус – абоненты телерадиокомпании «Телевид» за одну абонентскую плату получают возможность просмотра цифрового телевидения на нескольких телеприемниках в одной квартире. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ждут новости от «Пенгдрев» и «Метеопрогноз». О видеоматериалах о городских событиях вы также можете найти на нашем сайте телевид.бай. Всего доброго, приятных выходных! Когда речь заходит о покупке мебели, здесь нужна профессиональная консультация. Такой предмет, как диван, имеет разные виды трансформации, качество фурнитуры, способ обивки. С 1 апреля компания «Пенгдрев» открыла энциклопедию уюта. Выбирая мебель этого производителя, вы выбираете практичность, комфорт и оптимальное соотношение цены и качества. Обратите внимание на эту новинку от компании «Пенгдрев» – «Диван Дели». Он изготавливается в трех вариантах – двухместный, трехместный и угловой. В качестве наполнителя используется пенополиуретан – материал корпуса массив. В диване имеется ящик для хранения белья. Обивочный материал можно выбрать на свой вкус. Диван быстро и легко раскладывается в спальное место благодаря механизму книжка. Диван «Редфорд» – это два в одном. И удобный диван, и комфортная кровать. В фирменном магазине «Пенгдрев» по адресу Светлогорское шоссе 29Г «Редфорд» представлен в тканевой обивке. Сам диван установлен на металлические опоры, которые значительно увеличивают срок службы изделия. Его также можно разложить без особых усилий. Над спинкой этой модели расположены удобные подголовники, а под диваном есть отсек для белья. Такой «Редфорд» вы можете приобрести в рассрочку на 36 месяцев с ежемесячным платежом 97 рублей. Мебель «Ника» – это современная коллекция фабрики «Пенгдрев». Все ее модели оснащены высококачественной европейской фурнитурой, износостойкой и долговечной. Самая примечательная деталь этой мебели – ее расцветка. Сочетание бежеватобелого оттенка венге с неярким, но выразительным черным дубом придает «Нике» необычный вид. Коллекция «Ника» изготавливается из прочного ЛДСП. Посетите фирменный магазин «Пенгдрев» по адресу Светлогорское шоссе 29 Г, где действует правило 3П «Приятно покупать в Пенгдрев». В рамках акции «Энциклопедия уюта» вы можете приобрести мебель со скидками до 24% и в рассрочку до 36 месяцев.